Во Владивостоке завершились всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок Тихого океана. На протяжении трех дней более ста участников, прибывших со всего Дальневосточного федерального округа, демонстрировали волю к победе, силу, выносливость, новые рекорды и боролись за честь своих команд. Впечатления самые яркие. Не так часто встречаешься со знакомыми спортсменами, с которыми выдается возможность пообщаться, встретиться, ну и побороться, соответственно. По итогам всех соревнований в общекомандном зачете лавры победителей достались. Первое место команде главного управления МЧС России по Приморскому краю, второе место команде из Забайкальского края и третье из Хабаровского. Сила, выносливость, быстрые секунды, профессиональное мастерство, а также регулярные и упорные тренировки стали результатом заслуженных побед спортсменов. Для пожарно-спасательного спорта очень важно тренироваться упорно, опять же преодолевать свои страхи, потому что что на башне, это нужно не бояться в нее воткнуться, на буме нужно не бояться высоты, не бояться того, что он такой узкий. Ну, страхи, нужно просто преодолевать страхи, тогда все получится. В торжественной обстановке победителям были вручены кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Главный трофей – кубок Тихого океана, который заслуженно достался команде из Приморского края, займет почетное место в стенах главного управления. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.